В наш прекрасный город приехали московские артисты, московские звезды и актер Андрей Соколов у нас сегодня в гостях. Андрей, доброе утро. Доброе утро, здравствуйте. Здравствуйте, Липитер, здравствуйте, уважаемые зрители. Мы в прямом эфире. Для вас это стресс, вот подъем в 7-8 часов. Вы знаете, я жаворонок, поэтому мне чем раньше, тем лучше. Это стресс для моих коллег, когда мне звонят с телевидения и спрашивают, а во сколько вы можете приехать? Я говорю, давайте в 7. Тогда это стресс. Могу в 6, в принципе. Да, конечно, да. Я знаю, что все равно в 6 никто не стоит. Наверное, первый такой гость, да? Такой комфортный, потому что обычно все очень недовольны. А почему-то в жаворонке вот обычно девушки, я заметил, да? Спасибо вам большое. Нет, среди мужиков очень редко встречается. Это вам повезло просто в квадрате. Знаете, как это осталось еще от таких, наверное, привычек армейских, там подъем достаточно рано был, поэтому как-то так вписалось и комфортно достаточно. Сегодня на сцене ДК выброский спектакль под названием «Тупее». Тупее, да, по-французски. Или «Все оплачено, увы». Все совершенно верно. Замечательный состав, замечательный спектакль. Расскажите, Инна Чурикова. Лучше один раз посмотреть, чем много раз услышать, а заняты, ну, естественно, королева нашей эстрады Инна Михайловна Чурикова. О, мы ее, кстати, вот сейчас, сейчас я вижу ее на экране. Александр Ильича Зброев. И это те партнеры, о которых можно просто мечтать. Ну, и наша, так сказать, так называемая молодежь. Я тоже туда пока вхожу. В молодежь, как-то Александру Зброеву, прости, ты за 70, да? Александр Ильич, да, да, да. Просто партнер уникальный. Таких поискать... И прекрасно выглядит, надо сказать, да? Не спорю, у нас все такие. Ленком, кузница кадров. В чем секрет? Я думаю, что это, наверное, спросить у него, но это один из немногих людей, который в любом положении, в любой ситуации, у которого всегда улыбка на лице, и все испытания, тяготы воспринимает достойно и вот по-мужски. Вот это вот, наверное, самое главное. Причем актер-то, ну, совершенно не комедийный, да? Драматист. Ну, как сказать, глядя на эту постановку, я бы поспорил. А расскажите о постановке, расскажите о пьесе, пожалуйста. Ну, вот в двух словах, да. В двух словах, некий человек по имени, значит, некий человек, которого играю я, да, решил провести эксперимент. На самом деле, он недостаточно богат для того, чтобы делать на свои деньги, и в кассе, так сказать, своего хозяина, в кассе своих, значит, боссов, берет, поскольку он бухгалтер, блестящий бухгалтер, берет деньги, так сказать, взаимы безвозвратные, на эти деньги нанимает для себя жену, друга, дочь, и пытается устроить такую вот семейную жизнь. И что из этого получается, мы можем увидеть уже в конце пьесы. На самом деле, конечно же, это написано было как комедия, но у нас она выросла в такой траги-комедию, что, наверное, еще интереснее. А как вам кажется, это вот сегодняшним днем есть какие-то анализы? Мне кажется, сегодня очень многие люди пытаются купить себе жену, семью, друзей и прочее. Альфансизм, скажем так, извините за такое слово все-таки, потому что это человек, который проводит эксперименты, в первую очередь, на себе. То есть это же не потому, что он стремится просто к семье, к каким-то вечным ценностям, а просто он ставит их. Там есть такая фраза, я хоть раз в жизни захотел испытать то, что мне никогда не удавалось. Он просто хоть раз в жизни захотел испытать то, что могло бы быть когда-нибудь на самом деле. Ну вот, и что из этого, так сказать, правдоподобия чувств он попытался подменить, ну, некой игрой, и все-таки, в конце концов, поймался со мной эту удочку. Все-таки, да, что-то мне подсказывает, что ему понравилось. Понравилось, конечно. А как вам кажется, вот любовь и деньги, они идут рядом? Особенно в сегодняшнем обществе, в котором, ну, как-то золотой телес у нас. В сегодняшнем обществе, когда материальные ценности достаются, ну, да, превалируют как-то. Может быть, это... Буду знать. Хорошо, если вы так не считаете. На самом деле, вы знаете, у монеты есть и орел, и орешка, да, мы все живем по закону ребра. Очень много таких вещей, очень много доказательств того, о чем вы говорите. Вы, я могу привести противоположные примеры. Каждый из нас будет прав, но это не значит, что этого нет. Золотой телец, он был, есть и будет, никуда от этого не деться. Я не хаджа, я понимаю, что это во многом превалирует. Ну, значит, у каждого свои ценности. Я, к счастью, читал немножко другие книжки, я еще из Советского Союза, вот, как и многие мои ровесники и друзья. Поэтому думаю, что баланс все-таки такой равновесный существует. Я думаю, я в этом смысле верю в то, что мы для многих являемся такими, знаете, островками, на которых можно опереться, и есть политики, на которых опереться можем. А публика, которая, по вашим наблюдениям, ходит на этот спектакль, это больше молодежь или все-таки постарше? Вы знаете, что здорово, во-первых, она разношерстная, да, начиная от... То есть понравится всем. Понравится всем, да. И есть фанаты этого спектакля, мы не первый раз у вас в Санкт-Петербурге с этой пьесой, с этим спектаклем. И я знаю, по крайней мере, людей, которые, ну, раз-то 10 точно смотрели, приходят еще, что приятно. 10, ничего себе. А вы хотя бы, вы были? Не были? Все, я ухожу, извините, пожалуйста. Нет, ну мы встаем в 4 утра, как же нам? Сегодня, видимо, придется. А кто эта публика, которая здесь? Вы знаете, я не скажу, что она абсолютно как бы разнообразная, все-таки есть некий социальный слой, да. Это, во-первых, если говорить о возрастных критериях, это, наверное, от 20 до и выше, да, там уже, так сказать, нету потолка. А так люди мыслящие, что радует, да, потому что все-таки это та история, когда надо все-таки думать, шевелить, так сказать, массами, которые находятся в голове. Именно это спектакль или вообще о спектакле? Да вообще надо думать, в принципе, да, желательно. Ну и на спектаклях Ленкома в части. Давайте о кино поговорим. У нас есть кадр из фильма под названием «Память осени». И приятно, что музыку к этому фильму написал наш родной питерский Павел Кашин. Она получила престижную награду. Я вам больше скажу, я вам больше скажу, я вот летал, получая, так сказать, приз за лучшую музыку, номинацию «Лучшая музыка к картине», которая была написана Павлом Кашином, называется «Фильм память осени». Происходил фестиваль в Марбеллии. И надо сказать, что Паша, он пишет в последнее время, это лет, наверное, 20, всю музыку для моих проектов. Начинается с дипломного фильма, который я снимал, когда учился на высших режиссерских курсах. Правда, я тогда оттуда у него музыку просто экспроприировал, но об этом не узнал. Я вообще не знала, что он для кино пишет, по правде говоря. Он сейчас пишет вовсю, очень интересный, самобытный, необыкновенный композитор. Я ему не боюсь об этом говорить в глаза. Человек абсолютно гениальный. Но человек, который настолько феерически как бы разбрасывает свой талант, просто он у него брыжет. Таких, ну, уникальный человек. И, как вы заметили в кадре, в фильме тоже. Актёрский состав. Актёрский состав, шикарный. Инна Михайловна Чурикова, Женя Симонова, Саша Лазарев, Сирин Саша, Ира Медведева. Ну, этот можно бесконечно продолжать. Опять же, фильм пока собирает призы, что тоже приятно. Уже за лучшую женскую роль Инна Михайловна получила награду и за режиссуру. Ну, в общем, так сказать, пока предподготовительная такая подготовка для выхода на экран. Надеюсь, что весной все-таки, в ближайшее время, будет понятен вопрос, когда он выйдет на экраны кинотеатров, а потом уже, ну, и телевидение своим ходом. С огромным удовольствием, я думаю, и наши зрители. И мы увидим эту картину. Кстати, Паша Кашин говорил, что он сценарии писал, по крайней мере. Я вам больше скажу. Когда жил в Америке, что что-то по его произведениям. Совершенно верно. Это один из немногих людей, чей сценарий был приобретен и воплощен в жизнь в Голливуде. В Голливуде, да. Так что, я думаю, что... Вы в этом плане не помните посотрудничать. Так что, у нас здесь с ним есть один проект. Надеюсь, что он уплатит. Что еще в планах? Да, у нас буквально 30 секунд. 30 секунд. Ну, во-первых, спасибо большое телевидению Питерскому. Низкий поклон. Приезжаю в Москву и начинаем трудиться дальше по продвижению картины и подготовке новой идеи, которую, я думаю, может быть, озвучу в следующий раз, когда у вас будут в гостях. Все оплачено. Тогда ждем вас нетерпения. Друзья, называется спектакль, на который, я думаю, вы отправитесь сегодня вечером. Андрей Соколов у нас в гостях. Спасибо. Хорошего дня, хорошего спектакля. Спасибо. Хорошего вечера.